Пансионат, а фактически дом престарелых Сабринова, сейчас закрыт. Постояльцев нет. Сотрудники грубят из-за забора. Вам делать нет! Накануне здесь выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Дезинфекция не проводилась, обеззараживателей воздуха не было, а у части персонала отсутствовали медкнижки. Даже не переодеваясь, мы сегодня видели. Эти кадры сняты внутри. В четырёх корпусах одновременно жили 60 человек. Персонал в халатах, но без масок, многие без перчаток. По итогам проверки, Следственный комитет завёл уголовное дело по статье «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В связи с отсутствием необходимых условий, четверо пожилых постояльцев госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. А это филиал пансионата Сабринова. В деревне Малое Видное. Время от времени к воротам подъезжают машины. Пожилых постояльцев забирают родственники. А у вас здесь бабушка? Да, бабушка привёз тут какое-то время. А сейчас, видите, получается, просят её забрать. По словам Виталия, свою бабушку он привёз сюда три недели назад. Привлекла цена – всего 400 рублей в сутки. Несмотря на карантин, приняли без лишних вопросов. У меня договор есть, прислали мне по почте, всё нормально. Там договор... Откуда вы знаете, что договор нормальный? Вы юристам его отдавали? Не отдавал. В домике администрации горит свет, но отвечать на вопросы директор отказался. Ну вот мы звоним, нам никто не открывает. Сайт заведения уже не работает, но судя по реквизитам, это частное владение, где оказывали услуги по уходу за пожилыми людьми. Хозяин – индивидуальный предприниматель Евгений Бондаренко. Он сейчас под подпиской о невыезде. Ну, бабушки, конечно, бабушки. Они там постоянно жили? Одни и те же? Ну, нет, не одни и те же, но приезжали много. По словам экспертов, спрос на услуги подобных заведений достаточно высок. В государственных домах престарелых очередь, а сюда возьмут любого и за небольшие деньги. При этом лицензию получать не нужно, а значит, и с проверками приезжать не будут. Их не то что не лицензируют, их даже не считают. Пока никто не пострадал, они ничего не нарушали. То есть, в принципе, снять коттедж в любом СНТ, поставить там кровати и устроить пансионат, в кавычках, человек на 20, может любой. В период эпидемии коронавируса в Москве и области домам престарелых категорически запрещено принимать новых постояльцев. Но в интернете заведения вроде Сабринова по-прежнему предлагают свои услуги. Мы позвонили по нескольким телефонам и только в одном получили отказ. Из пансионата для пожилых людей Медведкова машину были готовы выслать немедленно. Возможно, будет разместить со стороны сиделочки, которая будет закреплена за вашей бабушкой, она получит все необходимое. По цене, если вы будете, Дмитрий, размещать хотя бы на 30 дней, 1400 рублей в сутки. И никаких справок. Здоровьем будущего постояльца и его родственников даже не поинтересовались.